С чего начинается родина или с любовью из Караганды? Здравствуйте, это говорит Караганда и по обе стороны экрана те, кому не все равно. Современный патриотизм – вот тема сегодняшней нашей программы. Ну что ж, мы начинаем. Наверняка каждый из нас знает, что такое патриотизм и кто такой патриот. Но тут вопрос в другом, насколько эти понятия близки. Но перед тем, как начать обсуждение, я думаю, давайте послушаем карагандинцев. Что они думают, что такое патриотизм и кто такой патриот. Любовь к отечеству, преданность своей родине и желание служить ее интересам. Именно так в словаре поясняется слово патриотизм. В годы Великой Отечественной войны проявления настоящего патриотизма, были героизм, подвиги за свою страну и желание победить эту страшную войну. Интересно, а модно ли сейчас быть патриотом? Давайте мы это узнаем у наших карагандинцев. Здравствуйте, как думаешь, что такое патриотизм? Патриотизм? Любовь к родине и к людям. А модно ли сейчас быть патриотом? А почему нет? Конечно, может. И нужно. Иначе нельзя. Патриотизм? Это патриот народа. Я считаю себя патриотом. Как это проявляется, ваш патриотизм? Не знаю, как... Что вы делаете для своей страны? Ну, пока для своей семьи, потом в страну будем думать. Патриотизм, любовь к родине проявляется в самоотвержденном труде, на благо людей. Я думаю, это не дань моде. Это внутреннее чувство каждого человека, порядочного. Вот в этом суть патриотизма. Патриотизм, как чувство, я считаю, это любовь к родине. Сейчас, мне кажется, эта актуальность все больше и появляется. Я считаю, как патриотизм должен быть поступками, в первую очередь. Что, не знаю, именно политическая активность, то есть участие в выборах, активная жизнь именно, скажем, в университете. Это тоже как-то своего рода патриотизм, я считаю. Ну, я думаю, это чувство ответственности, чувство гордости за свой народ, за Казахстан. Я думаю, с помощью только любви и упорного труда можно воспитать в людях патриотизм. Патриотизм, ну, это когда любишь свою родину, ценишь ее, бережешь. Вы, как вы думаете, модно сейчас быть патриотом? Конечно, модно. Это всегда нужно, быть патриотом. А считаете вы себя патриотом? Считаю. А что вы делаете для блага своей страны? Ну, в первую очередь, я не бросаю мусор на улицах. Я считаю, что экология это тоже должно. Мы должны заботиться о том, чтобы у нас был чистый порядок, потому что это наш дом, и мы должны его беречь. Я думаю, каждый должен защищать, любить свою землю, свой народ. Ну, я так понимаю. Сохранение и укрепление патриотизма, безусловно, начинается в семье, где формируется личность человека. Поэтому важно помнить, что патриотизм – это основа процветающего будущего. Как говорил наш президент, быть патриотом своей страны – это носить Казахстан в своем сердце. Мира Кудеринова, специально для ток-шоу «Бумеранг». Наша программа интерактивна. Принять участие в ее обсуждении вы можете в социальной сети ВКонтакте, в нашей специальной группе. Нужна ли сегодня государству система патриотического воспитания? Такой вопрос там сейчас размещен. Пожалуйста, отвечайте. И в конце программы мы подведем итоги. И первый вопрос, который хотелось бы задать студии – насколько ваше мнение совпадает с карагандинцами? По поводу вопроса, кто такой патриот? Патриотизм – это любовь к родине, любовь к своей стране. Все, что я могу сейчас сделать к своей стране – это хорошо учиться. То есть учебой ты какой-то долг дашь государству? Это пока на своем этапе развития, да? Хорошо. Кто еще один, ребят? Для меня патриотизм – это любовь к своей родине. Когда ты говоришь о своей родине, только теплые слова. Накануне страна отметила День защитника Родины. Ну а завтра будет отмечать 70-летие победы над фашизмом. Сегодня у нас гость, которому с детства прививали чувства патриотизма – два деда и очень известный сосед. Аким города Караганды Нурлан Аубакиров. Прошу вас, присоединяйтесь к нам. Руан Ерик Павлович, добро пожаловать к нам на наш импровизированный двор. Ну, для начала хотелось у вас спросить уже вопрос, как главе города. С чего начинается родина? Нас в школе учили. Я думаю, очень неплохо учили о том, что с чего, говорит, и хорошая песня была. С чего начинается родина, говорит, с картинки в твоем букваре, с хороших и добрых товарищей, живущих в соседнем дворе. Но я думаю, что родина начинается у каждого человека с первым словом. А первое слово – это мама. Любой ребенок, рождаясь, он чувствует. И через свою маму он получает уже часть культуры. Я знаю, что у вас два деда были, имеют героическое такое свое прошлое, и какой-то был у вас такой некий известный сосед. Можно назвать подробнее об этом? Во-первых, действительно, у тысяч, практически у всех карагандинцев, в роду были люди, которые прошли горнило Великой Отечественной войны. И для каждого из нас, и в принципе, в целом для всей страны, это герои. Да, у меня оба деда, что мамин папа, что отца папа, они прошли всю войну, призывались нашим, так называемым еще, в то время назывался Сталинским РВК, это сейчас вот мой кудук наш, призывались на войну, прошли всю войну. Один дед был командиром самоходного установки СУ-100, прошел войну, участвовал в Курской битве. И другой дед участвовал в обороне Москвы, имел награды за взятие Кёнигсберга. И сейчас вот есть российский сайт, очень хороший российский сайт, в котором подольские архивы, они все оцифрованы, и можно по фамилии любого человека найти его награждение и тот наградной лист. И когда вот сегодня читаешь и осмысливаешь его со стороны своего возраста, уже понимаешь, что это молодые ребята, 25-летние ребята, которые смогли вынести такую тяжесть и дать возможность сейчас нам под мирным солнцем созидать, жить и учиться. Я вот просто хотел бы, чтобы наши вот молодые ребята, которые здесь присутствуют, именно чтили эту память. В Караганде, к сожалению, у нас на сегодняшний день живых осталось только 169 ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Несколько тысяч есть тружеников тыла. И вот это небольшое количество людей, которым мы должны быть всегда благодарны и всегда должны отдавать им все почести, которые есть. А что касается соседа, ну действительно, не то что сосед, сосед это было, это такой забавный немножко случай, но тем не менее, мы проживали и по традиции, казахской традиции, как старший внук. Я проживал на Сарсейково-16, а буквально через забор один, ну достаточно уже взрослый, пожилой мужчина был. И мы когда в школе, никогда не обращал внимания, такой спокойный пожилой гражданин, который сидел на скамеечке, который грелся под солнцем. И в школе, мы все смотрели тогда фильмы очень мощные, фильмы «Освобождение», «Батальоны просят огня». И в школе проводился один из уроков политической информации. Когда приходят и говорят, я вижу этого соседа, и объявляют, сегодня вам расскажут о операции по форсированию Днепра, герой Советского Союза, Маркбек Мамраев. И это сосед, после этого я очень много раз подходил, расспрашивал, это было так интересно. Завтра вот уже страна отметит 70-летие Победы, как планируют ее отметить, ну помимо официальных мероприятий? Может, какое-то семейное восторжество будет? Мы обязательно, ну во-первых, мы обязательно соберемся у старших наших, у старших моих родственников, мы в доме соберемся, обязательно почтим память наших ветеранов, ахсахалов. Потому что у меня с детства всегда такое восприятие, я очень хорошо это помню, когда 9 мая проводился, сейчас вот каскад, вот где профсоюз стояла, трибуны и проводился парад соответствующий. И в детстве, которых сейчас людей нет, меня брали как ребенка, я смотрел за этим действием, это было очень интересно. А те люди, которые тогда я просто воспринимаюсь как старшие друзья, там, дедушки, на самом деле это люди, которые уже впоследствии читаешь, это люди, легенды. То есть, Каляри Бекчаманбаев, Малик Имаш Чимашев, Тисбек Ахан Чаханов, то есть, тех людей, и мне просто повезло, что я в жизни их видел, слушал. Ну, у ребят, я думаю, тоже есть, что рассказать о своих героических предках, ну, а тем, кому нету, как вы отмечаете 9 мая? Вот, пожалуйста, молодец. Я хотел сказать то, что у меня оба прадедушки воевали, прошли всю войну, то есть, от самого ее начала до конца. К сожалению, я мало знаю, как это все было, потому что оба дедушки не очень любили об этом говорить, и поэтому, ну, может быть, больно было, потому что очень тяжело было жить в то время. Бабушка рассказывала то, что вот фейерверки же есть, когда взрывает Новый год на День Победы, она все время пугалась и залезала под стол, потому что она думала то, что это вновь взрываются бомбы рядом с домом, и это очень страшно. И смотря фильмы о войне, и как театральная студия, в которой я занимаюсь, мы ставим спектакли про войну, и у меня все время наворачиваются слезы, как это было страшно, как люди это все переживали. Ну, я надеюсь, что мы никогда этого не узнаем. Тоже был сосед, жил на третьем этаже, тоже воевал на войне, и как-то в детстве, ну, не знаю, в последние годы, когда он жил, у него была жена, но она тоже была старенькая, и я ходил, выносил им мусор. Помогал, да, в общем? Да, и ходил за хлебом. Рон Игорь Баевич, вот смотрите, молодежь чтит свою историю, чтит героев прошлого, и это, наверное, говорит о том, что патриотизм все-таки имеет место быть в современном, его развитии. Патриотизм тесно связан с военной тематикой, и я думаю, что каждый из нас знает, что его прививают там, ну, где-то может быть не кнутом, а где-то и пряником. Ну, и, кстати, есть такая профессия – Родину защищать. И сегодня у нас гость целый генерал-майор, командующий войсками регионального командования Астана, Султан Камаледдинов. Прошу вас. У нас два генерала. Николай Александрович, генерал угольной промышленности. Ну, да, Николай Александрович. Там генерал, но здесь генерал армии. Генерал армии. Султан Баркутбайдж, добро пожаловать к нам. Здравствуйте. Я считаю вас прошедшим праздником. Вчера страна отметила День защитника Родины, можно так сказать. Это ваш, наверное, профессиональный праздник. Ну, и завтра, 9 мая, 70 лет победы. Хотелось бы узнать, как обстоят дела с сегодняшней армией, насколько сейчас актуален там патриотизм. Понятно, что он есть, но как его прививают там, как этому учат. И возможно ли этому научить? Я профессиональный, как военный должен отметить, что в современных вооруженных силах Республики Казахстан военно-патриотическому воспитанию уделяет очень большое значение. Сегодня даже в Караганде имеется центр военно-патриотического воспитания. Это бывшие, как мы в советское время называли, ДОСААФы. Ныне это военно-технические школы. На базе военно-технической школы в Караганде созданы центры военно-патриотического воспитания. Как можно научить патриотизму? Кнутом? Нет, конечно. Патриотизм, кнутом, любить Родину, заставлять, наверное, это невозможно. Она должна приходить впитываться с молоком матери. Сегодня в этой студии звучали хорошие слова, с чего начинается Родина. И продолжение этой песни есть там. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать? Вот с Нурланом Регбайовичем уже начали говорить о героическом прошлом наших дедов. Я знаю, что, по-моему, и у вас есть что вспомнить, есть что рассказать о своих предках. Есть хорошие слова. Слова, говорит, из песни не выбросишь. Есть слова. Нет в отчизне семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Слушая, вот сейчас вспоминания Акиму города, детей здесь. Да, к сожалению, великому я не увидел их, своих дедов, ни по линии матери. Он пропал без вести еще. Призвали его в 1939 году на Финскую войну и пропал без вести. Ни сведений нет. Дед, отец, по линии отца, дед мой, он погиб в 1942 году под Сталинградом. Поэтому вот воспоминания отца, он сам был маленький еще в школе учился, но тем не менее эти слова, фотографии, которые еще остались до войны, они, конечно, для меня дороги. И в сердце, в памяти они останутся. К сожалению, мы действительно то поколение, не видевших ласки дедов. Теперь, как любили родину трудовую, тогда, когда еще, как говорится, деревья были большие, расскажет нам Николай Александрович Дришт. Он сегодня гость нашей студии. Я думаю, представлять этого человека уйдет целый выпуск программы. Но мне не посчастливилось, конечно, участвовать в войне, хотя очень хотелось. Я несколько раз убегал из детдома для того, чтобы ехать на фронт. Меня ловили, возвращали и так далее. Я хорошо помню все, что происходило с началом войны. Мне в то время было где-то 12 лет. Значит, помню, вот, сталинский военкомат, он находился в Байкудоке. Там одно единственное знание, сахарное и так далее. Помню школу, восьмая там была. И вот помню, как провожали людей на фронт. Я мальчишка был. И вот я провожал сразу брата провожал, зятя провожал, дядю провожал и так далее. И вот собрали всех этих людей и уже готовили их к отправке. Уже были вагоны оформлены, все остальное. Значит, и вот мне поручили передать маленький тормозок, значит, супруга моего брата. И я через забор этот перелез, меня поймали. Куда ты лезешь? Ну, я говорю, вот такое дело, ну, пропустил и так далее. И потом вывели эту толпу людей, большую толпу людей, и повели ее к вокзалу. А вокзал находился там, в низине, где-то, значит, в Байкудоке. Это единственный был вокзал, где станция Примыркания. И вот туда вели тысячи людей, шли строем, так и так далее. И запомнился один такой курьезный случай. Значит, кто-то приехал на лошадях, и каким-то образом лошадь испугалась, людей много и так далее. И в толпу начало ехать. Я вот запомнил, мне это первый случай. А стоит бабка, говорит, это нехорошее предзнаменование. Это, наверное, многие, наверное, не вернутся. Ну, пусть она была не провидица, но, во всяком случае, примета эта была неприятная. К Арганду прибыло очень много эшелонов эвакуированных людей. С Донбасса приехали шахтеры, с других городов машиностроители. И вот сегодняшний завод Пархоменко – это бывший луганский завод. И вот под открытым небом, практически с деревянным перекрытием, поставили станки, замораживали их, потому что надо в бетон делать это, и точили на них мины. Вот, сложное было время, но самое главное – нужен был уголь. Донбасс немцы заняли, Подмосковье немцы заняли. Осталось что? Арганда, Кузбасс и немножко Урал. И вот с углем у меня уже была связана жизнь моя и на Трудовом фронте. И вот в 15 лет мы, мальчишки, уже привлекались к тому, чтобы помогать старшим. Шахты были неглубокие, шурфы копали, и там, значит, сразу общалась с очистным забоем. А лампы были, Вольфа назывались, наверное, не помните, это лампа, бензиновая лампа, только с сеткой, чтобы метан не взрывался. И вот 4-5 ламп нацепишь на себя, она тяжелая, и идешь в шурфу. Потому что она упала, лампа, затухла, темно. Это не то, что сегодняшних в полях. И вот мы, мальчишки, таскали туда. Нас за это один раз покормят в столовой, давали какой-то там суп, еще что-то такое. Кстати, вот тот завод, который Пархоменко, вы начали говорить, там недавно делался ремонт, и они сняли облицовку современную, там скрылась надпись «Все для фронта, все для победы». Еще тех лет, вот как раз вы говорили про этот завод. Ну вот, вот это истины, которыми глазами я смотрел, я уже все понимал. Мне очень хотелось быть там, где идет война. Ну, я не буду эти эпизоды рассказывать. Пробраться на фронт было очень сложно, потому что... Единственное, можно в вагонах пассажирских были отделения для багажа, и там собачьи, для собак возили. И вот туда один раз забрался, там поймали. Продолжим нашу программу. И что такое патриотизм, рассуждали наши первоклассные эксперты, где маленькие говорят о большом. Внимание на экран. Патриот — это человек, который любит и ценит свою родину. Это кто любит свою страну, и кто о ней заботится, и кто не бросает мусор на дороге. Это человек, кто любит родину. А кого ты можешь назвать настоящим патриотом? Кто воевал на войне? Себя ты можешь назвать патриотом? Да. Почему? Потому что я люблю свою родину. Вот он, джаз, он говорит. Он должен быть храбрым, мужественным, сильным, добрым, честным. Это человек, который любит свою родину. Это любовь к своей родине. Кого ты можешь назвать настоящим патриотом? Моего брата, маму, папу, мою подругу Лиду и Серёжу. Он не... Дедушка настоящий патриот. Он воевал. Бабушка воевала на войне. Она пила медаль за ее, за ее воевала. Патриот, кто любит свою родину. Моя бабушка воевала на войне. Она помогала солдатам. Мой патриот, это бабушка, потому что она любит и свою родину, и нашу родину. Потому что наша родина объединена вместе. Она в Каучеке, мы в Каганде. Это мы объединены вместе. Мой дедушка настоящий патриот. Вместе с бабушкой воевал. Они защищали нас. У них множество медалей. Ролан Григорьевич, вопрос к вам. Вы, как Аким Города, глава нашего областного центра, много совершаете поездок по городу. И хотелось бы спросить, на ваш взгляд, какова сейчас молодежь с точки зрения любви к родине? Видите ли вы в их глазах патриотизм и уважение к своей стране? Это немножко уже другое поколение. Даже я не намного их старше, но они, с одной стороны, очень четко знают, чего они хотят. Они видят самые передовые достижения, которые есть в мировом пространстве. И стараются быть, прежде всего, конкурентоспособны. Посмотрите, первое, это уровень образования. Уровень образования, он идет достаточно, очень такие продвинутые программы. И получается у нас трехязычие. То есть люди свободно говорят на государственном языке, на русском языке, на английском. Есть у нас лингвистические гимназии, которые дают еще дальние языки. И китайские изучают, и испанские изучают. То есть это такие, они очень самодостаточные. Просто приятно, мы тоже, выезжая за рубеж, и когда говоришь о том, что с Казахстана, у людей, это такой очень огромный авторитет лидера нашей нации, нашу президенту, у Стана Абещина Назарбаева, всегда говорят «Казахстан Назарбаев». То есть это говорит о том, что наше государство, это стабильное государство, которое развивается. Единственный момент, что бы я просто хотел, и когда встречаюсь с ними, говорю, вы один момент, очень часто понимают успехом, и это немножко такая американская система, они всегда успехом считают зарабатывание определенное количество денег. То есть количество денег, я могу, успех это не сколько деньги, успех это внутреннее состояние твоей души, что ты состоялся как гражданин, что ты нужен в своей стране, и что страна тебя оценила. Потому что есть у нас критики, ну это есть базаровщина, да, отцы и дети, когда есть отцы и дети, есть, что говорят, что сейчас молодежь не та, что всегда. Николай Александрович, наверное, когда сам был молодым человеком, старшее поколение говорило, что та молодежь уже не та. На самом деле у нас всегда молодежь вся та. Какова сейчас, так сказать, молодая поросль тех, кто приходит служить, если сравнить ее, допустим, еще с десятилетней давности, или с тем прошлым, когда, вот я как говорил, деревья были большие, вот отличается ли тут молодежь? Ну, я, наверное, соглашусь с Акимом Города, то, что он говорит, что молодежь, она всегда та, какая соответствует тому времени. Если говорить о десятилетнем давности молодежи, приходившие служить, да, действительно, это были молодые воины, которые попали, обучались, и росли в тяжелое время, время перестройки, время становления Казахстана, очень много было проблем в образовательном плане с молодыми воинами, то сейчас это совершенно другой. Это контингент молодых людей, которые, ну, процентов 40-60, те, которые имеют высшее образование и идут для прохождения воинской службы. А сейчас мы проверим, вот молодые люди здесь сидят, насколько они, та молодежка, о которой вы говорили, и насколько они готовы. Вот на банальном примере, вот, гимн государственного гимна республики Казахстан. Кто продолжит? Алтан-Куна-Спаны, и вот дальше, кто гимн знает слово? Алтан-Куна-Спаны. Ну вот, пожалуйста, это был самый банальный пример, и, я думаю, знание государственного гимна – это вот одно из первых проявлений и любви к родине. Ну, а теперь у нас будет гость тот, который заставляет звучать гимн не просто так, а пробиваясь, добиваясь этого кулаками. Чемпион мира по ММА – это смешанное единоборство, многократный чемпион Казахстана Рашид Дагаев. Добро пожаловать. Когда играет гимн, это значит, ты уже победитель. Это делается так же кровью и потом. Ну, не так, конечно, как делали это наши предки, то старое поколение, которое дал нам вот это яркое солнце, голубое небо без войны. Ну, тяжело, конечно, приходится потеть. Расскажи, а каково это, когда вот ты где-нибудь находишься там за пределами нашей страны, ты стоишь на пьедестале выше всех, играет гимн, ты держишь руку на сердце. И вот что это за чувство? Гордость. Не понять. Гордость. Мурашки бегут по телу? Нет, мурашки не бегут, но это чувство гордости. Я стою, за мной Родина, я с гордостью стою, держу руку на сердце и радуюсь в лучах. Я из театральной студии и перед сценой, перед выходом всегда волнуешься. Волнуетесь ли вы перед выходом на ринг, на бой? Конечно. Любой человек волнуется. Это свойственно, это даже, наверное, подталкивает. Вот эта боязнь, вот это, у тебя открывается вот это второе дыхание, наверное. Вы вот со всем услышанным согласны, чтобы подвести какой-то вот итог? Я, конечно, согласен. И, во-первых, я благодарен то, что пригласили и такую передачу, и цикл таких передач проводите. Так как, действительно, это уникальная возможность у нашей молодежи вживую, так говорится, вживую пообщаться с теми людьми, которые приносили и приносят славу нашей стране. Тысячи других людей, которые делают уникальные операции в нашем кардиологическом в Караганде центре. Я вот сам присутствовал и видел, как делают, и когда спасают маленьких детей, которых даже 5-6 лет назад этого невозможно было делать. И простые труженики, простые вот эти хирурги, они делают чудо, вот реально чудо. Ты понимаешь, что ты, и я сам понимаю, что я счастливый человек, что родился на этой земле. Не думайте, что жизнь будет идти легко. Учиться трудно. Работать тоже трудно. И трудно, и легко тогда, когда человек не думает о том, что он трудно, а о том, что как нужно здесь. Вот я один только пример говорю. Вы все, конечно, интернетом упиваетесь. Это естественно. Потому что это самая удобно варимая информация. Правильно? Вы там смотрите, всё и так далее. Но имейте в виду, прочитав хорошую книгу, вы знаете, вы научитесь не только жить счастливо и так далее, вы научитесь и любить. И любить не только близких, но и любить свою Родину. Мы в преддверии Дня Великой Победы казахстанский народ показал свой патриотизм. И мы победили на выборах, которые вот прошли буквально недавно, выбрав президента страны, нашей страны. И пользуясь такой возможностью, мне хотелось бы поздравить всех телезрителей с этим праздником, победой и Днем Победы предстоящей 70-летием, поклониться ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за ту победу, за то мирное небо, которое нам они оставили. Любовь к Родине, конечно же, проявляется трудом. Трудитесь. И спортом заниматься. И занимайтесь спортом. Нередко мы можем услышать от людей, что они трудятся во благо своего народа и своей страны. Но тут, я думаю, немного наивно и преувеличено. Все-таки каждый человек работает прежде всего ради себя, ради своего благосостояния. Но если его труд приносит пользу государству, народу или даже мировой цивилизации, то вот это и есть здорово. Ну а фундамент казахстанской патриотизма – это прежде всего равноправие граждан, его будущее. Смотрите нас на информационном сайте ЕКараганда. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Будем дружить. Вы смотрели ток-шоу «Бумеранг» из Караганды с любовью. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!